Мне кажется, я была не права насчет пути, по которому пойдет инфляция. Министр финансов США Джанет Елен призналась, что ее прогнозы касательно инфляции в стране были слишком оптимистичными. В прошлом году Елен заявляла, что инфляция в США представляет лишь небольшой риск, но уже в марте 2022 года инфляция в США достигла рекордных 1981 года значений и составила 8,5%. Причем не отстает и Европа. Первые данные об инфляции в ЕС за май бьют рекорды. 18,5% Литва, 8,5% Испания, 20% Эстония, 16,5% Латвия, 10% Нидерланды и Греция. Короче, наказали Путина, аж согласитесь, завидно. И на фоне подобной радости кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж. При этом большинство нарушителей идут на подобное преступление впервые, пишет The Daily Mail со ссылкой на руководителей супермаркетов. Владельцы торговых сетей отмечают, что за всплеском правонарушений стоят явные дилетанты. В отличие от профессиональных магазинных воришек, которые обычно похищают дорогие вещи с целью их дальнейшей перепродажи, они крадут даже самые дешевые продукты. И это вполне себе очевидно, ведь, согласно данным британской статистики, цены на самые дешевые макароны выросли на 50% за последний год. При этом цены на другие основные недорогие продукты питания также продемонстрировали двузначный рост, что подчеркивает растущую сложность управления бюджетом домохозяйств в условиях кризиса стоимости жизни. И такая ситуация в Евросоюзе, собственно, везде. Вот согласно первоначальному расчету Центрального статистического управления, индекс потребительских цен, основной показатель инфляции в Польше, увеличился в мае сразу на почти 14% в годовом исчислении. А телеканал Юле сообщает об участившихся в Финляндии кражах бензина и дизельного топлива на фоне роста цен. Как правило, топливо крадут с крупных строительных площадок, а также с объектов сельского и лесного хозяйства, говорится в сообщении. А всего-то и месяца толком не прошел с того момента, как хельсинки официально бросили вызов Путину, который вроде бы даже и нападать не собирался. И кажется, это далеко не конец истории. Дорогие друзья, в связи с отменой монетизации Ютуба в России, вы теперь наша единственная надежда, что канал будет работать и дальше. Над проектом «Не конец истории» работают живые люди, которым нужна ваша поддержка. Всего лишь раз в месяц 50 рублей, а можно даже 100, позволит нам продолжать работать для вас, потому что нам это очень нравится, надеемся и вам тоже. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику. Заранее огромное спасибо. Вместе победим!